То есть я могу сделать даже свой полноценный тренажёрный зал со своими тренажёрами, инструментами, грушами, вывесками, беговыми дорожками, или же свою шаурмичную. Эй, брат, заходи, не стесняйся, у нас самый вкусный шаурман на этом районе. Что-то он не хочет. Но не суть, можно сделать даже свой небольшой пикник. Просто всё, что угодно можно теперь сделать с этим нововведением. Я чуть не врезался в дерево. Аккуратней, 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 аккуратней. А нафига, а зачем так много, ты же, бедный твой лёгкий, а? Всем здарова, ребят, с вами Вайн. Ну что, рассказывайте, ждали обновления? Конечно же ждали. И сегодня мы как раз таки посмотрим и глянем на недавно вышедшее обновление в Горбокс. Но само видео сразу скажу, путь состоит из двух частей. Как вы знаете, я не любитель делать короткие видео по обновлениям, да и вообще просто короткие видео. Потому что обновление среднего размера в Горбоксе выходит довольно-таки часто. И делать видео по 4-6 минут, ну, это не очень. Поэтому первая часть этого видео будет состоять из обзора нового обновления 1.15.3. А вторая часть будет состоять из обзора обновления 15.1.0. Потому что я заснял, но так и не выложил. Надеюсь, такое вам понравится. Поэтому давайте тянуть не буду. Всем приятного просмотра, мы начнем. Погнали! Ну и первое, с чего бы я хотел начать, это с нашей новой карты. Как пишет разработчик, это самая большая карта на данный момент. Что и верно, потому что эта карта называется Century, что переводится как заповедник. А как мы знаем, заповедник это огромная площадь, состоящая только из природы, где содержатся всякие звери, в основном из Красной книги. Их давай тянуть не буду, погнали посмотрим. Такс, вот мы и появились. И да, карта очень огромная. Тут гора такая большущая, как будто бы эта гора... Такое, да, чувство то, что эта гора выше, чем все постройки вообще на картах вместе взятых. Так, здесь у нас небольшая прибрежная зона с небольшим канальцем. Тут песочек, пальмы, все по красоте, но если канал глубокий, нет? Ой, да, глубокий, ненавижу глубокие места. Дальше у нас мост с очень-очень ровным асфальтом и прекрасным видом на канал. Вау, как красиво. Там пещера какая-то есть, нужно будет заглянуть. Я надеюсь, что в скором времени в игру добавят мода на животных, потому что как заповедник без животных. Такс, и что мне на данный момент интересно, это проверить, а реально ли вон те горы, не картинка ли это. Мне кажется, что это не картинка, а прям настоящие физические горы. Если так, то это большой респект разработчику. И да, вон картинка, а это настоящие физические горы. Офигеть, карта получается огроменная просто. То есть, теперь я чувствую, что на этой карте будут очень много РП серверов. Потому что в основном РП сервера, ну вы знаете, на каких картах, там например 32 человека. Там не умещаются, они просто, там такая ваханалия. А здесь, да хренище, я так выражусь, место для того, чтобы даже 32 человек поместились и что-нибудь свое делали. Это просто красота. Вот, например, на верхушке этой горы снег. Все как надо. Вон, смотрите, далеко-далеко внизу там песок, потом земля, камень. И тут на самом верхушке снег. Ну и елочка снежная. Классно? Небольшая зона около горы. То есть, не в самом низу, не в самом верху, а прям посередине. То есть, карта, как правильно выразиться-то, многогранная, можно сказать. Тут очень много всяких разветвлений и всего. Это мне нравится. Только летающее дерево, конечно, не нравится. А вот это я, получается, добрался до самой верхушки. То есть, это самая-самая-самая высокая точка этой карты. Блин, как же высоко. Но передвигаться на этой карте без, там, каких-то телепортов просто нереально долго. То есть, она очень огромная, пока ты движешь от одной точки до другой, например, на обед, ты придешь на ужин. Такс, я спустился к этой загадочной пещере. Тут небольшой такой переход. Скажу я вам, красивый даже переход. Такая приятная текстурка. И, шош, прям как будто бы дорогу для меня проложили. Посмотрим, что в этой пещере находится. Вау, а тут достаточно красиво. Тут прям отверстие это в тему. То есть, такой просвет, свет падает. Реально классно. То есть, без этого пещера бы смотрелась отвратительно. Ну-ка, подождите, я ракурс проберу хороший. Например, вот сюда. Во, вы гляньте, какой прекрасный ракурс. Давайте фонарик возьму, абсолютно ее дальше. Парам, 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 парам. Может, здесь что-то интересное есть? Нет? Что-то же, да, я что-то нашел. Ну-ка, давай, заберись, скотина. Вау. Вау, разработчик даже над этим подумал. Ну, то есть, этот проход просто так не заметишь. Ну, если без фонарика. И тут достаточно даже красиво. То есть, свет и сюда падает. Если вот так встать, убрать все, то, в принципе, прикольный ракурс. Получается прикольный кадр. Но если смотреть отсюда, это выглядит даже как-то крипово, что ли. А, не падай туда, вылези. Но для этой карты будет очень сильно не хватать декораций. Особенно на РП серверах. Поэтому давайте как раз таки перейдем и к ним. Так, вот она заветная кнопка статик. То есть, статические декорации, которые просто стоят и на них любуешься. Давайте нажмем панс. И тут 350 новых декораций. Я не представляю, сколько труда ушло разработчик, чтобы это все сделать. Но 3,5 сотни, охренеть. Допустим, возьмем вот этот вот аулс, то есть дом. Берем, ставим. И это реально полноценный дом с балкончиком. Вот это, конечно, плюс то, что с балкончиком. Ты просто взял и поставил дом. На РП серверах теперь не придется. Дом как из каких-то палок и там поддонов деревянных строить, из которых вы обычно делаете. А просто возьмете и поставите вот этот вот дом. Дашь всякие заборы завезли. То есть, чтобы вы не мучились, а просто поставили забор. То есть, это эстетично красиво и, в принципе, практично. Даже деревья спамнить можно. Офигеть. Тут есть, как я понял, все. Даже стенд для оружия, понимаете? То есть, на многих РП серверах продают оружие. И они стараются там как-то их крепить на стенку или что-то еще. А тут, посмотрите. Просто взял Феликс. Его же так зовут, да, правильно? Просто взял и сделал. Во. Держите. Ловите. Используйте. Не, это очень классно. Проработка в целом мне нравится. Обозревать я все, конечно же, не буду. Но тут есть все. Даже продуктовая полка. Это просто что-то с чем-то. Это просто рай для РП. Вот тех людей, кто создает РП сервера. Это просто огромнейший плюс. То есть, я могу сделать даже свой полноценный тренажерный зал. Своими тренажерами, инструментами, грушами, вывесками, беговыми дорожками. Или же свою шаурмичную. Эй, брат, заходи, не стесняйся. У нас самые вкусные шаурма на этом районе. Что-то он не хочет. Но не суть. Можно сделать даже свой небольшой пикник. Просто все, что угодно можно теперь сделать с этим нововведением. То есть, теперь дизайн интерьера будет гораздо интереснее и красивее выглядеть с новыми нововведениями. Потому что вот это все, что я смог выдавить из себя с прошлыми обновлениями. Ну и что немаловажное. Теперь мои 3D превью станут гораздо более интересными и детализированы. Потому что деталей в этом обновлении просто дофигища. Ограничение только твоя фантазия. Поэтому ждите красивых превью. Ну и небольшое исправление. Теперь машинами в игре станет приятнее управлять. Потому что они стали гораздо поворотливее. Поэтому я уже приготовил машину. Давайте это и проверим. Вишневая семерка. Неоновые фары на стекло. Такс, ну и допустим давайте проверим именно смеса. То есть мы поворачиваем колесами вправо. Трогаемся. И да, ей стало гораздо удобнее управлять. Потому что она была вообще не поворотливая. То есть давайте немножечко разгонимся так чутка. И попробуем поуправлять. Она дрифтит. Она дрифтит. Ёлки зелёные. Скотина, держись. Хорошо я мне плюс-минус хорошо дрифтить. Ну-ка, как то же самое будет выглядеть только от первого лица. Кажется будет да. Куда динамикнее. Смотрите теперь как мы водим и дрифтим. Я чуть не врезался в дерево. Аккуратней, 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 аккуратней. Я так долго не доживу. И да, вот уже врезался. Не, ну слушайте. Теперь стало управлять га... Блин. Я опять да, угробил машину. Но, теперь стало гораздо удобнее управлять. И это прям заметно. Надеюсь на серверах то же самое. А то на серверах машина просто ТП ходится. Подождите. Ну-ка, если я ещё одну возьму. Я подошёл. Я нацелился. Я... Ну-ка, подожди. Я подойду. А нафига? А зачем так много? Ты же... Бедные твои лёгкие, а? У меня один вопрос. Как их выкинуть? Да. Обновил прям шик. Осуждаю. А ещё тут добавили небольшой звоночек. То есть для официантов. То есть... Бамс. Всё хорошо. Но в конце почему-то он начинает сильно стучать. То есть как будто бы официант не идёт. Он же по столу. Не сей еду, тварь. Часть. Вторая. Скины. Скины на оружие. У нас получается появилась новая броня. Это на коленики, на локотники. Вот эти вот шляпы, маски и так далее. А теперь ещё и скины для оружия. Так, давайте попробуем. Продосим абсолютно все скины. Я так понял то, что у них ещё есть какие-то бафы. Поэтому давайте тянуть не будем. Сет скин. И получается через пробел. Ну, допустим... Ну, самый первый хэви. Это у нас старая арт-15. И это у нас новая. Да, вот смотрите. У неё некоторые части изменились. То есть изменили свой цвет на такой более зеленоватый, что ли, я бы сказал. Давайте выкинем я... Воу. Это не зеленоватый. Или зеленоватый. Странный какой-то цвет. Но она так красиво теперь выглядит. Она стала ещё более привлекательной. Допустим, тот же скин, но для калаша. О, он прям весь раскрасился. Давайте его тоже сюда же кинем. Панс. Да и калашик стал красивее. Офигеть, мне это уже нравится. Следующий у нас это блуд ласт. И он, да, красный. Потому что блуд, это у нас кровь. И, блин, он тоже такой красивый. Скин прям вообще. Ну-ка с Х нажмём. Хотя, нет. Белый мне куда больше нравится. Давайте с калашком то же самое сделаем. Не, ну слушайте, калашка уже поинтереснее выглядит. Давайте его тоже сюда кинем. Вот, вот, вот. Вот так. Вот. Ну да, калашик. Посмотрите, он ещё переливается. То есть, это не просто сплошной красный цвет. Это градиент. Офигеть. Следующий у нас это сапфир. Красивое очень название. Значит, и скин должен быть тоже красивым. Гляньте, какой он голубенький, красивый. Ну, он, он похож больше на игрушечный. Мне вот эти два нравятся. Вот они, самые классные. И последние два. Это у нас эмеральдовый. Вот он. Какой он красивый. И золотой. Давайте сразу золотой экипируем. Бамс. И золотой тоже есть. Только он не совсем золотой. А нет, вижу золотца. Он прям сияет золотым. И, наверное, эмеральдовый также будет сиять эмеральдовым. Ля, гляньте. Это самые такие тоже классные скины. Они прям на солнце. Вот так вот переливаются. Давайте я их поближе поставлю друг к другу. Фу, гляньте. Один красивее другого. Просто прекрасно. Такс. Ну, и как я и говорил. У них есть свои пафы. Гляньте, какие валяются. Вау. Давайте это и проверим. У некоторых есть скорострельность. Некоторые есть точность. И так далее и тому подобное. Поэтому давайте наших подопытных тут где-нибудь заспавним. Здорово. Привет. Ю, ватсап, бро. Здрасте. Вот все наши подопытные. Такие же цветные, как и эти оружия. Поэтому давайте начнем. Давайте начнем с самого первого. Это хэви. Я взял обычный калаш и взял хэви. У этого оружия получается дамаг плюс 20%. Скорость плюс 10%. Безопас 0%. А также точность минус 10%. Давайте попробуем сначала с дамагом. То есть сначала обычный калашик. Вот допустим. Ну допустим в грудь. Раз. Ну плохо ему явно стало. И теперь уже калашик получше. Бамс. Позвоночник прям. Ну тут видно то, что реально калаш имеет бафы. Вот у этого Акусиуса должна быть очень большая скорость атаки. Поэтому давайте сначала проверим обычный. Смотрите. Обычная скорость. А теперь. И тут реально очень большая скорость. Насколько она большая. Теперь давайте проверим точность. А точнее разбор. В принципе это одно и то же. Это все таки оружие. Давайте проверим сначала с обычным. Я просто прицелюсь в этот вот кубик. И зажму кнопку. Все. До последнего. До последнего патрона. И гляньте какая у нас отдача. Просто улетел вверх калаш. А теперь сапфировый. У сапфирового самая большая добавка к точности. А именно плюс целых 100%. Также стою на расстоянии. И давайте. Раз. Два. Пам. Ну. Слушайте. Из-за того что он медленный. Может поэтому у него такой маленький разброс. А могу ли я превратить авапу. Обычную. Золотую авапу. Ну-ка. Раз. Два. Бамс. Ляньте. Ляньте. Я выкину сейчас. Свои гранатки. Нужно быть поосторожнее. Смотрите. Как же она прекрасна. У нее каждый болтик. То есть. Я думал изначально. То что у нее покрасится вся эта черная сторона. Они сделали куда интереснее. То есть. Они покрасили все болтики. А также само дуло. Это просто выглядит прекрасно. Я хочу эмеральдовую авапу сделать. Вабамс. Вот она. Я ее также выкину сюда. Она. Просто прекрасна. Ну конечно. Вот эта. Покрасивее. Но все же. Вау. Просто вау. Прежде чем закончить видео. Я бы хотел еще проверить авапу. Точнее скорость. Смотрите. У нас же есть скин. Который дает аж плюс 50% скорости. А у нас. Обычно авапа стреляет вот с такой скоростью. Что будет если я обустрелил с этой. Допустим. Раз. Два. Это уже не авапа. А хк 417 какая-то. Не спрашивайте откуда я знаю такие пушки. Но все же. Ну конечно с ней фиг прицелишься. Но все же. Ну и выделю лично для меня небольшие дополнительные нововведения. За последнее обновление. Это новые взрывоопасные штуки. Я проверил насколько они взрывоопасны. Но почему-то они у меня не взрывались. То есть вот я запустил желтую. Она какая-то бешеная. Блин. По всей карте мотается. Остановись. Стой. Пристрелю. Также новые машины. Ммм. Какая вкусная машина. Какой металл. А какой он толстый. Не то что вот это говно. Если вы почувствуете себя бесполезным. То вспомните вот эту газонокосилку. Которая нифига не косит рву. Баганная стрелочка. Пожалуйста. Верните ту стрелочку. Которая была до обновления. Почему стрелочка центрируется относительно меня. А не относительно карты. Допустим я заспамнил гордолог. Который будет смотреть лицом направо. Да он смотрит лицом направо. Но если поставлю его в другую точку. Он будет смотреть лицом направо. Но уже в другое право. Относительно меня. А не относительно карты. Верните все как было. И разного рода флаг. В целом. Последние два больших обновления. Мне понравились. Добавили очень много всего. Игра прям развивается. И очень даже быстро. Если сравнить что было 8 месяцев назад. Офигеть аж. 8 месяцев назад. И что сейчас. То изменения прям большие. Надеюсь так будет и дальше. Появится больше интересных тематик для видео. Кстати. Насчет тематик. Я давно хотел предположить вам. Такую тематику. Карты от подписчиков. Думаю получилось бы интересно. Что скажете. Над этим еще стоит подумать. Но на этом я буду заканчивать. Всем огромнейшее спасибо кто посмотрел. Реально большое спасибо. Что что смотрите. Поддерживаете. Это очень приятно. С вами был Вайнд. Всем удачи. И всем пока пока. И все. Давай лейте куда нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok.